МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Инфорум в студии Натальи Хохлова-Покровская. У нас сегодня замечательная гость и замечательная тема. Когда-то у меня была программа, которая называлась «7.40». Лозунгом этой программы были следующие слова. «Одесситка» – самая красивая женщина в мире. «Одессит» – самый предприимчивый. «Одесские дети» – самые талантливые. А «Одесская мама» – это что-то особенного. Так вот, мои гости сегодня подпадают под все определения практически. Но начнем все-таки издалека. «Одесситка» – самая красивая. Так вот, мои дорогие, 23 июня 1907 года в Аркадии состоялось первое фантастическое, интересное гуляние, которое превзошло все бывшие гуляния. Это был конкурс «Красавец». И в 1987 году мой гость Юрий Володарский, который, в общем-то, притча гласит, что именно Юрий Володарский привез сюда кассету из Америки, тут посмотрели мозговая атака гениальных одесситов, и Юрий Володарский, ведущий этого конкурса, произнес «Добрый вечер». 193 года Одесса ждала этого момента, когда будет названа мисс этого города. И вот теперь, 14 октября в 19.00 в концертном холле «Сады Победы» состоится финал под названием «Мисс Одесса Всемирная». Посвященная 30-летию моменту первого в СССР проведения конкурса в Одессе «Мисс Красоты». Я правильно все сказала? Итак, мои гости. Золотое дитя Одессы, как я сказала. Продюсер, сценарист, актер, режиссер, композитор, выдумщик. Ну, я не знаю, что только не придумал. Поэтому, по-моему, Юрию Володарскому теперь надо каждый год сюда приезжать, потому что что-то когда-то он в этом городе придумал и теперь отмечается юбилей. В 1973 году снял первый ЧБ фильм. Большой скандал был после этого фильма какой-то, потому что все же по-одесски. В 1983-м президент Одесской юморины, в 1984-м продюсер, комик, трупы, маски. Первый музыкальный клип «Одесса. Мама» – каламбур. И вы сегодня увидите Юру 30 лет назад. И вдохновительница. Та женщина, которая поддержала. Почему я сказала, что одесситки самые красивые, но есть всегда мамы. Возле каждого события есть своя мама. Вот Татьяна, наверное, пестуя новых красавиц, она некая мама этого конкурса, потому что в лихие 91-е поддержать такое дело, и вот столько лет его держать на вот этих хрупких руках – это непростое дело было. Итак, мои дорогие, давайте начнем с того, что уже будет происходить, а потом уже будем углубляться в какие-то нюансы. Танечка, давай, рассказывай. Итак, 30 лет, как наш город провел конкурс первый, первый-первый конкурс. И после этого, конечно, волна этого модного конкурсного движения начала идти по всем республикам, Союза. Затем конкурсы проводились в каждом городе, и это стало таким популярным ежегодным мероприятием, которое, в общем-то, проходит и имеет свою жизнь до сегодняшнего момента. Что произошло, когда мы начали заниматься конкурсом? Украина уже получила это независимость. Мы начали его проводить уже под эгидами с Европой, мира и Вселенной. Что в этом году к юбилею мы приготовили? Мы хотели сделать очень такое торжественное мероприятие, которое объединит участниц прошлых лет. Участницы живут в очень многих странах по всему миру. Мы хотели пригласить и пригласили всех организаторов, кто может быть на этом конкурсе. К сожалению, уже многих тоже как бы нет. И мы сделали такое событие, как Королевский бал, куда могут прийти зрители, попасть в атмосферу праздника, юбилея, пройтись по красной дорожке, встретиться с теми, кто был у истоков конкурса, встретить самую первую мисс Наташу Атаманову. И вот вся атмосфера самого действа, участницы, которые будут представлять разные страны, потому что Одесса всемирная, и одесситы живут по всему миру. Российная, по всему миру. По всему миру, да. Вот мы решили всех объединить и провести в честь юбилея, назвать конкурс «Мисс Одесса всемирная» и собрать всех друзей, партнеров конкурса, участниц прошлых лет. И, конечно же, увидим новых, молодых, амбициозных, современных девушек, которые в будущем будут формировать имидж молодой, современной одесситки. Юр, как все начиналось? Вот как это вот эта кассета, эта легенда на самом деле? Или это действительно? Сейчас очень сложно уже сказать, что было на самом деле, потому что, вы знаете, так как я очень люблю рассказывать разные истории, писать сценарии, то я уже даже сам не помню, это я придумал или это было на самом деле. Но думаю, что, скорее всего, скорее всего, в 80-е годы, как вы помните, это было время, когда были запрещены ведюшники. То есть, вернее, как, смотреть что-то на них, наверное, можно было, но всегда подозревали, что мы смотрим что-то не то. Не тот фильм, не такой, что-то там с клубничкой, что-то и да. Поэтому это было как бы, и, наверное, все-таки такая кассета была. И, конечно, мы знали о конкурсе Мисс Юниверс, и, конечно, мы знали о конкурсе Мисс Мира, но так как одесситы вообще очень креативные люди, и мы, в общем-то, старались никогда ни у кого ничего красть, мы хотели провести какой-то конкурс красоты, но нам не хотелось его проводить по формату, который как бы был на Западе. Мы хотели сделать что-то свое. Точно так же, как мы играли в свой КВН, мы проводили свою юморину, мы делали все свое, мы пытались создать что-то, даже уже кто-то уже создал это, но мы пытались это как бы сделать по-своему. Поэтому, когда я предложил эту идею своему руководителю, Михаилу Петровичу Бочарову, объединения молодежных клубов, первая реакция была, ну что, мы будем повторять? Я говорю, нет, мы не будем повторять, мы сделаем свое. И вместе с Данилом Марковичем Шацом... Да, Данечку Шац, я тоже, вот мы сегодня его увидим, светлая память, да? Я представилась, когда он сказал, стоик, стоик. Мы с ним обсудили это, и решили не называть это впрямую Одесса, мисс Одесса, а назвали это одесситка, вот она какая. Вот, и в отличие от вот этого всемирного конкурса или конкурса вселенной, мы решили не идти по стандартам, вот обязательно 60-90, 60-90, или там рост метр семьдесят восемь, а ниже никак. Мы решили представить Одесситок во всех их красе. И там были девушки и не очень высокого роста, но совершенно потрясающие, и мудрые, и красивые, и разнообразные, и в общем прелестные. И были высокие девушки, то есть абсолютно разные. И вот так мы сделали, и еще мы решили сделать это в два тура. То есть мы сделали полуфинал, и финал. Это шло в разницу через день. Было в пятницу и в воскресенье в зале Одесского политехнического института. Одесса тогда, по-моему, вся ликовала, потому что это для нас было неожиданно совершенно. Да, ломилось. То есть мы смеялись тогда с Дани Шацманом, он говорит, так ломились только на Тарковского старуха. Только на Тарковского старуха так ломились. То есть это действительно. Но Одесса вообще называется, мы всегда говорим, что мы не первый город, банальная фраза, но не второй. Но мы всегда выдумываем то, чего нет в других городах. Абсолютно. И от нас очень часто идет. Ведь вы провели тогда этот конкурс, и московская красавица появилась только через полгода или через год. Да, через шесть месяцев. То есть мы и тут первые были. Абсолютно. Мало того, мы пытались еще развить эту всю историю. Так как мы не могли идти в формате Мисс Юниверс, мы начали развивать альтернативный конкурс. И я тогда придумал Мисс Черное море. И тогда мы поехали в Албену, и наши девушки выступали на конкурсе в Албен, и потом их пригласили сюда. А потом я решил сделать Мисс Сем морей, пригласить северные страны, восточные страны. Ну, к сожалению, или к счастью, я не знаю, развалился Советский Союз в 91-м году. И, к сожалению, этот конкурс, это уже точно к сожалению, он прекратил свое существование. Вот до тех пор, пока Танечка не подхватила его своими могучими руками. Потому что всегда в Одессе у очень красивых женщин всегда очень могучие руки. И широкие плечи. И широкие плечи. Есть материал, приготовьтесь поближе к экранам телевизоров, потому что вы сейчас увидите многих, кого вы знаете, кого-то вы вспомните, и вообще увидите Одессу того периода. Смотрим ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену Мисс Одесса 87, Наталья Атаманова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ведущий программы Юрий Болодарский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждому из нас досталось по одной участнице, а двоим джентльменам досталось по две. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто помогал вам в подготовке наряда к этому комплексу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, мои спонсоры, это мама, папа и бабушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот с купальниками нашим девушкам никто не помогал, разве что Италия, Франция, Америка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы одесситка, то вы уже победительница. Вы видели улыбку Джекланды, а улыбку одесситки и тут же забыли улыбку Джекланды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Просто я хочу пожелать успеха. Мне нравится сама атмосфера. Я очень рад за нас, за всех, потому что есть возможность видеть, наконец, женскую красоту. Мы столько лет увлекались там посевными площадями, этими литьем челуна, где не добились, конечно, никаких успехов, что пропустили женскую красоту, которая росла сама по себе, и поэтому выросла вот такой, как мы видим ее сегодня. Это та красота, из-за которой были войны, когда мужчины были умными и не занимались так прочно и плотно государственным устройством, как мы сегодня. И еще раз говорю, что самое лучшее, что в этом есть, это просто само появление таких конкурсов в нашей жизни. Я поэтому с большим оптимизмом смотрю на все, что происходит сейчас, и желаю успеха. Я думаю, мы все вместе и каждый в отдельности кого-то выберем. 14 октября вы будете свидетелями, как история продолжается. Но я хочу еще немножечко вернуться в прошлое. Юр, сколько вы тогда накреативили, как бы сейчас сказали, вот идей. Ну, на самом деле, было довольно сложно, потому что нам нужно было полностью уйти от формата Мисс Селены, при этом оставить основные конкурсы. Нам пришлось продавить руководство и получить разрешение на выход в купальниках. Это было, конечно, тогда очень сложное мероприятие. И все остальное мы фактически придумали сами. Потому что были придуманы специальные конкурсы. Каждая участница, у нее были свои помощники. Она сама, кстати, организовывала свою группу. У нее был автор, режиссер. В общем, они действительно боролись, как в КВН на самом деле. Команда против команды. Только это было как бы один капитан команды, и девушка была капитаном, и все были вокруг. Мы попытались придумать вот такие необычные конкурсы, которые, в общем-то, могли бы показать разносоронность наших девушек. И юмор, и смекалку, и в то же время показать ее как хозяйку. Ну, это было очень разнообразно. Не только внешность. То есть здесь мы пытались уйти от прямого конкурса «Кто самая красивая». Наверное, это был конкурс наиболее гармонично развитой личности. Замечательно. Танюш, изменилась ли концепция сегодня девушек? Вот концепция фестиваля, и в связи с этим концепция внутреннее состояние. Вот то, о чем сейчас Юра говорила. Ну, на самом деле, критерий оценки, да, целостности личности, она не изменилась. Она для нас приоритетна. Потому что то, что видят зрители, когда приходят в зал, вот уже финальное шоу, все очень красивые, все пластичные, двигаются. И зачастую у каждой отдает там свое предпочтение той или иной участнице. Оргкомитету, членам жюри, немножко легче, потому что, с одной стороны, мы можем видеть их и на шоу, и в то же время, общаясь во время подготовительного периода, можно сделать выводы о том, насколько целостный человек, какой у него внутренний мир, какие амбиции, чего бы он хотел достичь, насколько он может двигаться дальше в плане развития, потому что это очень важно. И насколько этот человек готов ехать, представлять наш город или Украину в международных конкурсах красоты и говорить ту информацию, которая есть реальная для нашего города. Какая у нас культура, какие традиции, какое образование, как в городе, так и в стране. Поэтому это некий посол красоты, добра, туризма, не знаю. Поэтому мы стараемся и направлять их, давать какое-то направление в том, что нужно читать, в чем нужно разбираться, изучать и политическую ситуацию в стране, и знать все события, которые происходят в культурной жизни города. То есть быть личностями, которые дальше смогут достойно, красиво олицетворять имидж молодой, красивой, независимой одесситки. Юрий, видите, из вашей такой вот забавы, какое дело могучее выросло. На самом деле да, это трамплин. Для каждой девушки, которая сейчас участвует, это гораздо, скажем, более мощный трамплин, чем это было, так сказать, в 80-е. Дело в том, что в 80-е частично, как вы помните, были трансляции по телевидению, но это были, не полностью транслировался конкурс. То есть те зрители, которые были в зале, а тогда это был зал политеха или там оперета, ну, скажем, это тысяча, может быть, полторы тысячи человек, которые видели этот конкурс. Сейчас же при использовании социальных сетей, или, скажем, Ютуба, каждая девушка, которая начинает на конкурсе, даже если она не станет мисс, даже если она не получит звание, для нее это огромный трамплин. И я вам скажу, что по-прежнему существует приз зрительских симпатий, и очень часто зрители не согласны с решением жюри. Вы же помните, судью намыло. Поэтому каждая девушка должна вызвать максимальное обаяние у публики и проявить свое обаяние, чтобы вот эти два обаяния встретились, и тогда абсолютно не играет роли, победит ли она в конкурсе или нет. Она может стать самой знаменитой, самой популярной, самой потрясающе очаровательной, допустим, даже не пройдя в финал конкурса. И потом все, во первую очередь, одесситы будут ругаться и говорить, ну что это жюри, ну что, там же была вот эта черненькая там была. Конечно, мне-то она понравилась больше. Абсолютно, что они понимают вообще в этом? Да, в женской красоте, и вообще она умна еще ко всему, вы кого выбрали и так далее, все понятно. У нас на столе лежит корона, Таня, два слова о короне. И надо сказать вот что, за все это время 50 тысяч девушек проходили, да, отборочные кастинги, более 600 приняли участие в финалах. Победительницы и финалистки посетили более 50 стран мира и получили более 60 самых значимых титулов и наград на самых престижных конкурсах Мисс Мира и Мисс Вселенная, да. Вот это так. И вот корона этого года, как я понимаю. Да, на самом деле мы гордимся нашими результатами. Укругняйте нам, пожалуйста, корону, да. Потому как, вот если посмотреть по результатам, достигнутым на самых престижных конкурсах красоты, конечно же, выпускники, выпускницы проекта Мисс Одесса получили такие титулы, как первая Вица Мисс Вселенная, еще никто не смог побить этот результат, и были в тройках на Мисс Мира, на Мисс Вселенная. То есть мы гордимся, потому что в Украине выпускницы региональных конкурсов никогда, даже национальных финалов, не получали большие титулы, чем наши участницы прошлых лет. Это оригинальная корона, которая прибыла в этом году впервые специально для номинации Мисс Одессы Всемирной. Мы очень долго ждали эту корону. Мы очень гордимся, что она у нас, что она с нами, что она прибыла вовремя в Украину. И в этом году, я надеюсь, что самая достойная представительница нашего города, где бы она ни жила, в какой бы стране она ни проживала, участвуя в проекте, эта корона уедет, либо останется в Одессе, где будет, наверное, участвовать победительница в разных проектах, благотворительных проектах, в социальных проектах. Хотелось бы, чтобы она досталась достойной участнице и победительнице, которая будет продолжать наши традиции, популяризации нашего города. Потому что Юрий уже показывали участниц, он уже видел участниц? Завтра Юрий идет на генеральную репетицию. Вот он завтра, этот день. На самом деле очень сильный. Но мне Таня сказала, что она очень-очень довольна конкуренцией, потому что в этом году была мощнейшая конкуренция, но, наверное, одна из самых сложных за последние 20 лет. И она сказала, что у финалистки очень сильный подбор финалисток. И я говорю, ну тогда, а я же присутствовал первые три года, я же никогда не был в жюри, но я всегда присутствовал при обсуждении. Я же помню, какие жаркие были споры, вздоры. Ну, конечно, у каждого... Мужчины обсуждали женщины. Абсолютно, конечно, и у каждого свое мнение. Притом мужчины все харизматичные достаточно, да. И я просто честно признаться, не понимаю, есть ли такой сильный действительно конкурс, и такая сильная конкуренция, каким образом будет выбрана победительница. Потому что, я думаю, надо вызвать скорую помощь, пожарников, милицию. Чтобы жюри, в общем-то, не... Потому что могут быть драки, потасовки. Ну да, у нас примеры есть в наших верховных... Обычно так решается. Юр, как автор идей и ведущий первого конкурса, после этого, в общем-то, идея была придумана, сделана и полетела дальше. Другие идеи, другие... Это вот больше не было в жюри никогда. Нет, я в жюри вообще никогда не был. И все. И, в общем-то, к таким конкурсам больше не возвращался. Нет, нет. То есть это вот большой пролет такой, да, другие-другие дела, другие идеи. Ну, видимо, у меня такой характер. Я должен что-то запустить, что-то придумать, и мне интересно делать что-либо другое. Вот я об этом и говорю, что мне уже... Вот это уже накаталось, и оно катится само. А мне нужно что-то новенькое, новенькое. Я должен называть «У меня я придумаю другое». Ну, я вам скажу честно, конкурс 87-88 года я, как говорится, выходил сам. То есть со всей командой авторов, и Сережа Стеблиненко, и Сережа Осташко, и Сережа Голубовский, и Эдик Каменецкий. Мы все вместе писали. Такие мы фамилии вспомнили замечательные. Мы все писали. Я вместе с Даней Шатцем, значит, ставил этот конкурс. А уже конкурс 89-го, ну, практически ребята готовили абсолютно сами. Мы были с масками в это время где-то на гастролях, то ли в Дании, то ли в Германии. Уже начались маски. Я приехал, мне уже дали готовый сценарий, я сделал, может быть, не какие-то небольшие поправки, и там посоветовал сделать что-то, что-то поменять местами. И, в общем-то, вышел просто вести конкурс. То есть, я думаю, что если бы еще хотя бы один год продлился конкурс, я думаю, что, может быть, я уже и не вел бы его. И действительно, потому что мы с Георгием Делевым уехали в Москву и снимали фильм «Семья истинственная красавица». Вот, уже пошли красавицы, да, тогда уже пошли красавицы. Все равно красавицы. Все равно красавицы, да. А у него по судьбе, у Юрочки по судьбе все время. Ну, правда, единственное, что в маске вот у него это была, так сказать, особая там любовь, мужской коллектив. И каламбур. Ну, там есть Наташа Буськова. Да, там есть Наташа Буськова. Вот и Наташу вспомнили сегодня. Мои дорогие, у нас осталось полторы минуты. Много еще вопросов, особенно к Юре, конечно, потому что давно не виделись. Но там вот одесситы, то, что я вам вещала. Пожалуйста, обращайтесь, Танюша, приглашай Юра. Если кому-то привет, кого с кем не встретился, передавай это одесское телевидение, можно легко. Дорогие наши телезрители, мы будем рады видеть вас в финале конкурса. Придите, поддержите красивых молодых одесситок. Вы сможете увидеть тех, кто был причастен к конкурсу, кто стоял у истоков. Познакомиться с самой первой мисс Одессы. Пообщаться с нашими звездными членами жюри и гостями. И, конечно, красная дорожка, праздничная атмосфера, королевский бал и все то, что связано с праздником, коронация, концерт Феликса Шиндлера, праздничный салют. Все это будет 14 числа, в пятницу на этой неделе. Этот день у нас выходной. Мы вас все ждем. Будем рады вас видеть с нами на нашем юбилее. Спасибо. Юра. Я, в свою очередь, хочу сказать следующее. Всегда очень тяжело делать первое мероприятие. И вот в 87-м году мы сделали первую мисс Одессов, а сейчас мы делаем первый юбилей. Естественно, когда делаешь первое мероприятие, ну, невозможно предусмотреть все. И я понимаю, что в настоящий момент мы все-таки допустили небольшую ошибку. А с одной стороны, мы хотели провести конкурс в очень таком компактном, уютном, навороченном светом, звуком, видеоэкранами зале, чтобы это было на очень хорошем уровне. Но с другой стороны, когда мы уже договорились обо всем и вошли в этот зал, я просто понял, что на встречу выпускников мы не сможем всех пригласить. И поэтому я хочу извиниться перед теми, кто не сможет попасть на это мероприятие. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы это мероприятие транслировалось как минимум по Ютьюбу или потом было выживано на Ютьюбу, и вы смогли бы посмотреть, что там происходило. Но я вам обещаю, я очень надеюсь, что оно пройдет на высшем уровне, а по-другому мы не делаем. И уже в следующем году или на следующий юбилей мы войдем в какой-то уже очень большой зал, что мы могли пригласить как можно больше одесситов. Итак, 14 октября в 19.00, точно так же, как писали в 1907 году, первое фантастическое, интересное, которое превзойдет все ваши ожидания. Все, спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова